Дарова всем, ребята, Акент, а пока на проводе, и прямо сегодня настал День Икс, потому что я выезжаю к Тик-Таку в другую страну, в Гомель, представьте себе, ну и еще плюс, я выпускаю впервые за 2 года влог, поэтому обязательно ставь лайк, подписывайся на мой канал, если будет много лайков, то тогда еще через 2 года, я сниму еще один влог. Ну что же, братва, надо перед выездом хорошо покушать, потому что кто его знает, другому Тик-Таку вообще нет еды в Беларуси, что я буду кушать, да, вот вы все пишите, ютуберы, вы миллионеры, богачи, ребят, вы посмотрите, обычные, пацанские котлеты, покушали, почистили зубки, сумочки собрали, но правда сумки собрал не я, а моя девушка, поэтому если я что-то забыл, то все претензии знаете кому будут, ну и в принципе можно выезжать. Со всеми, с кем можно было попрощаться, я попрощался, я даже с роботом-пылесосом попрощался, с бывшими медоклассниками попрощался, со всеми. Все, ребята, теперь можно выезжать. К вашему вниманию представляю обновленный сайт GG Standove, на него добавили новые кейсы и добавили новые скины с обновления 0.400. И конечно же, в честь обновления на новые кейсы скидка 50%, тут ты можешь выбить даже перчатки. Тут есть бесплатный барабан бонусов, а по моему промокоду вы получаете еще один такой же самый барабан бонусов бесплатно. При пополнении вводи мой промокод и получаешь 40% обратно к пополнению. Также у них проходит конкурс на голду. Все нужные ссылочки ты найдешь в описании. GG Standove, мой выбор. Ну а ехать в такую дальнюю дорогу, ребят, я буду на этом замечательном аппарате под названием Deolanos, ребят. Вы просто посмотрите на эту машинку. Ладно, на самом деле это Hyundai Stonata. Если кто-то перепутает с Solaris, там лично придут нам по шапке. Машина очень крутая, очень комфортная. Поэтому, ребят, надеюсь, она меня не подведет, потому что машинка свежая, 17-го года. Все, ребят. Вот такой вот салончик, блин, ну салончик просто пушечка. Ну попробуйте мне сказать, что это плохая машина. Машина очень замечательная. Все, ребят, сажусь. Так, там мои сумочки. И выезжаем. Кстати, пацаны, недавно один ютубер снимал обзоры на машины ютуберов. Так вот, моя машина была на самом последнем месте. Я просто офигел. Я смотрю, и он говорит, машина Hyundai занимает пятое место. Чувак, вот я сейчас обращаюсь к тебе. Ты знаешь, что это ты знаешь. Возможно, даже смотришь данный влог. Пожалуйста, пересними обзор про машины ютуберов. Мне реально обидно. Он говорит, что моя машина очень редкая и стоит 800 тысяч. И какой-то старый Hyundai i35 там до исторического года стоит дороже, чем моя машина. Ну это просто фиаско. Братан, эта машина стоит дороже ляма. Вот так я тебе скажу. И даже дороже двух, трех, четырех и вообще бесценная. Народ, пока мы едем, я вам расскажу небольшой секрет. Я просто обожаю машины. Машины это моя стихия. Я могу вам про любую машину рассказать все, что угодно. Я обожаю кататься, обожаю ездить. Поэтому, пацаны, если вообще вам интересен подобный формат, возможно, я даже сниму отдельный обзор на мою пушечку, на мою ласточку, на моего крокодила, на моего тигра, на моего монстра, на мою акулу. Поэтому, пацаны, набираем, не знаю, много лайков и пишем хэштег обзор на машину. И тогда я сниму обзорчик. Ребят, посмотрите, насколько же все это красиво. Я, честно говоря, очень обожаю путешествия на машине. Еду я примерно километров 140-130. Ехать осталось еще... Ну, блин, осталось еще ехать до хрена. Километров 600 точно. Но, честно говоря, пока что, ребят, нереально кайфую. Надеюсь, на границе быстро пропустят. И я буду уже прямо сегодня часиков три в Гомеле. Ребята, примерно через час дороги у меня появилось такое вот снизу ошибочки. Видите, такая желтенькая. Эта ошибка означает датчик давления шин. Вполне вероятно то, что у меня или спустило колесо, или еще вероятнее, еще вероятнее то, что у меня просто ошибка из-за того, что у меня нету одного датчика давления шин. Потому что я машину брал с Америки. И как раз на одном колесе не было датчика давления шин. Блин, как же холодно на улице. Так, проверяем. Нормал, ты? Проверяем, ребят. Как вам мой? Моя проверочка руками. Нормальное давление. Так, проверяем, проверяем, проверяем. Хорошее давление. Да, все идеально. Ну что, ребята, продолжаем дальше ехать. Чтобы вы понимали, видите, сверху это мили. То есть сейчас, например, 90 это мили. А если в километрах, то я еду примерно 140 километров. Ребят, хочу вам сказать то, что я хочу, чтобы вы были безопаснее. Да, это банальщина. Да, это банально. Но тем не менее, вчера при мне спили человека. Вот я сейчас еду и думаю. Просто представьте. Вот я сейчас, не знаю, ну, чуть-чуть влево поведу и все. Минус жизнь. Поэтому, ребята, я очень сильно хочу, чтобы вы всегда переходили дорогу на пешотном переходе. Всегда хочу, чтобы вы не нарушали правила дорожного движения. Да, это банальщина, но это жизнь. Все может быть. Поэтому, ребят, никогда не превышайте скорость дорожного движения. Так, что это я сам еду уже 150. Давайте буду помедленнее. Кстати, хоть я и выспался, но дорога очень сильно клонит сон. Поэтому я себе включил, видите, вот такая температура. Максимально холодно, чтобы не клонило в сон. Потому что когда тепло, едешь так на лайте, слушаешь музыку. Я не знаю, пацаны, но меня просто вырубает. Поэтому включил похолоднее и едем, едем дальше. Потому что там еще ехать довольно-таки много. Больше половины дороги точно. Пацаны, первый снег пошел, прикиньте. В Полтаве вообще сухо. На Новый год дети будут асфальтом бросаться. А уже снег тут идет. Я в шоке. Мне кажется, доеду в Гомель, там вообще будут сугробы. Ну что, пацаны, можете меня поздравить. Больше половины пути я уже проехал. Остановился перекусить. Заправить себя. Заправить машину. Ну хотя я сам машина, потому что сам себя заправляю. Ну что, пацаны, мне приятного аппетита и удачной дороги. Прямо сейчас по пути я заехал в Чернигово. Это примерно 100 километров от Гомеля. И решил тик-таку купить гостиницы. А именно пару тортов. Потому что, ну как это в гости без тортов ехать? Ну, ребят, вы шутите? Ребята, посмотрите, нашел банду особо опасных преступников. Лучше от них держаться подальше. А то мало ли заклюют. Посмотрите, как красиво. Ребят, буквально 10 километров и я уже на территории Беларуси. А после этого полчаса и я уже в Гомеле у тик-таку. Надеюсь, что меня пропустили. Потому что я подготовил все нужные документы. Это надо было оформить страховку на машину. Страховку на себя. Поэтому, ребят, держим кулачки. Надеюсь, я ехал не зря. Я не знаю, как это просто писать словами, у меня одни эмоции. Я приехал на украинскую границу, меня пропустили. Приезжая на белорусскую, он говорит, согласно какому-то указу, это не является причиной для пресечения границы к республике Беларусь. Говорит, к сожалению, мы не можем вас пропустить. Я не знаю, честно, я без понятия, что мне делать. Очень расстроен и, честно говоря, не знаю, очень обидно. Ребята, к сожалению, это жизнь. Я очень расстроен. Я вам скажу даже больше. Вы даже не представляете, что я чуть не вляпался. Чтобы вы понимали, просто в двух словах, ну, там чуть не дошло до кое-какой ответственности. Время на часах 18.33. То есть я, грубо говоря, на границе 2 часа просто прождал. Ну, я скажу так, я рад, что я хотя бы оттуда уезжаю. Честно, я и рад, что хотя бы оттуда уезжаю живой, цел и невредимый. Потому что, ладно, давайте без комментариев. Ну что же, ребята, вот я и дома. Я скажу так, хоть ситуация и грустная, но надо извлекать плюсы. Пацаны, вот мои плюсы. Вот это все должно быть и так, но нет. Все это теперь будет моим, и оно будет прям вот тут. Ну что, ребята, вот мы и дома. Я проехал более 1300 километров. Поэтому поставьте за этот влог обязательно лайк. И подпишитесь на мой канал. Ну, а я прямо сейчас буду мыть машинку.